Добрый день! Вы смотрите программу «Экономикс». Мы находимся на полях международного экономического саммита «Казань-саммит-2017. Россия. Исламский мир». Это уже девятая традиционная встреча государства, представителей государства, молодежи, бизнеса и различных образовательных структур. И ключевой темой саммита этого года стало привлечение инвестиций в условиях международных экономических отношений. В рамках нашего репортажа мы постараемся по-разному раскрыть вопрос исламских финансов. Это и образовательные тренды, и потребности реального сектора экономики и исламских финансовых институтов в трудовых ресурсах. Это и молодежное предпринимательство в рамках исламского финансирования, и различные регуляторные вопросы. Смотрите далее в нашей программе несколько интервью с экспертами с полей Казанского экономического саммита. Эдер Айратович, добрый день! Благодарю за то, что было следовать на наши вопросы. В первую очередь заявленная тема на этом саммите – это «Исламские финансы». Каковы, на Ваш взгляд, перспективы их развития в России, каковы возможности и ограничения этого вида финансирования? Как было сегодня, показано на утренней сессии по проблемам развития исламских финансов, исламских финансовых институтов. На сегодняшний момент времени в России довольно-таки очень тяжело идет процесс формирования данных институтов. Ряд институтов прекратили свое существование, те, которые были открыты ранее. Ряд институтов имеют не очень большие обороты, объемы, с которыми они работают. Но все видят перспективу, все видят надежду на то, что данные институты будут появляться, будут развиваться, поскольку интерес довольно-таки очень большой и у общественности в целом, и у тех людей, которые непосредственно занимаются именно данной проблематикой. Если говорить о драйверах, развитии именно этого вида финансирования, то, наверное, это Татарстан, как центр протяжения исламских стран в России. Если говорить о России, то, скорее всего, Татарстан, конечно. Но ты в этой связи, так как вы являетесь руководителем магистрского программы Казанского университета по исламским финансам, насколько сейчас востребованы именно с точки зрения образования трудовые ресурсы в этой области? И если мы говорим о будущем, то насколько будут они востребованы в будущем? Востребованность данных специалистов, она определяется той потребностью, которая имеется в подготовке подобного рода специалистов по программе исламские финансы. И поскольку у нас уже набор первого года обучения имеется, имеются, так сказать, довольно-таки неплохие наработки по набору следующего года обучения, исходя из этого мы можем предположить, что существует определенная потребность в данных знаниях, в данном направлении. И исходя из этой потребности будем готовить специалистов в такое количество, которое будет необходимо. Можете кратко характеризовать программу, то есть на какие основные моменты она разделяется, какие предметы, области изучаете в рамках этой магистрской программы? Магистрская программа «Исламские финансы» реализуется у нас по направлению экономика, поэтому выпускники получают диплом магистра по направлению экономика, но с определенной спецификой, связанной с профилем подготовки, а именно профилем «Исламские финансы». В этой связи мы даем довольно-таки очень углубленное изучение по таким системам, как «Исламские банки», «История предпринимательства», «Исламского предпринимательства». Рассматриваем вопросы, связанные с учетом в «Исламских финансовых институтах», «Аудиту», «Страхование» и прочие, так сказать, моменты, которые на сегодняшний момент времени являются основными, основополагающими, основопределяющими для подготовки специалистов к данному профилю. Вот эта магистрская программа первая в республике, и если говорить о России, то насколько развито это «Исламское образование» у масштабового страны? Как сегодня также на утренней сессии было доложено, что данная программа, магистрская программа «Исламские финансы», которая реализуется в Казанском федеральном университете, является единственной в России, и аналогов ее в Российской Федерации в каких-либо других вузах нет. Порядка шести вузов в России реализуют программы дополнительной профессиональной подготовки, переподготовки, то есть осуществляет на уровне небольших курсов по проблемам исламских финансов, но полноценного высшее образование по исламским финансам на уровне администратур для рекламы в Казанском федеральном университете. Отлично. И если говорить о международном сотрудничестве, то в рамках программы есть ли какое-то сотрудничество с иностранными вузами, которые также реализуют подобные программы? Конечно, мы изначально полагали, что в основу программы, магистратурной программы исламских финансов будут заложены учебные программы, аналогичные которые имеются в зарубежных вузах, в наших зарубежных вузах партнеров. С ними мы непосредственно держим определенные контакты, работаем на уровне уже традиционной нашей зимней школы по исламской экономике, исламскому праву. И, соответственно, надеемся на то, что это сотрудничество продолжится в дальнейшем, и в дальнейшем мы будем видеть в аудиториях нашего университета на данной программе исламских финансов и зарубежных преподавателей. Отлично. Спасибо большое за ответы. Спасибо вам. Влад, добрый день. Спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. Первый вопрос. Вот исламские финансы. Эта тема довольно-таки, с одной стороны, и старая, и новая. В России совсем недавно началось развитие и продвижение этой темы. Это ответ на внешний вызов и угрозы макроэкономической нестабильность, либо это объективный процесс, который требует развития в настоящее время? Нет, это, скорее всего, объективный процесс, и он вызван внутренними силами. То есть это, ну, он вызван, так скажем, 10 мусульман, которые не хотят сидеть, сложа руки в этой экономической действительности, не хотят нести свою лепту. Поэтому это действие внутренних сил. Каковы? Что предлагает исламское финансирование, в отличие от традиционной банковской системы? Насколько ощутимы выгоды от этого вида финансирования? Ну, исламское финансирование, оно предлагает, можно сказать, то же самое, что и предлагает обычное финансирование, но отличие лишь в том, что исламское финансирование, оно привязано всегда к реальному сектору. Это одно отличие. Второе отличие – это то, что исламское финансирование все-таки привязано и к определенным политическим нормам. То есть, если все прошло хорошо, никто не заметит ничего ни в обычном финансировании, ни в исламском. Но если у клиента кредитного учреждения появляются проблемы, то обычно в обычном кредитном учреждении он выплатит больше, и очень часто он даже попадает в кабаву. Что же касается исламского финансового учреждения, все-таки здесь вопрос решается по-другому. Если человек оказывается неспособным выплачивать денежные средства, то в этом случае вопрос решается. Или взыскается предмет залога, решается всегда в большей части, скажем, выгоднее для клиента. Это один момент, это если долговое финансирование. Если же финансирование на основе партнерских взаимоотношений, то в этом случае практически партнер кредитного учреждения, то есть клиент, который является партнером, в этом случае он не пострадает так, как пострадает клиент обычного кредитного учреждения. А как вы оцениваете потенциал и в целом внедрение исламской финансовой системы в республику Татарстан, как в регионе, который является центром протяжения исламского финансирования в России? Потенциал есть, но опять же это зависит от того, насколько клиенты, мусульмане, которые хотят получать это финансирование, теряя клиенты, они насколько готовы именно обращаться только за этим финансированием. И как только возникнет определенная база, которая не может обращаться в стандартные кредитные учреждения, и вот этот спрос станет довольно большим, в этом случае, естественно, потенциал будет показан так, как сегодня отметил советник, председатель Центробанка. Пока этот спрос не маленький, и он не представляется особо видимым для таких крупных регуляторов, для учреждений, поэтому все зависит от того, насколько будет снизовка, каким будет действие. Спасибо. И вот только что закончилась сессия по регуляторному вопросу данного вида финансирования. Насколько чувствуются ограниченности именно с точки зрения регулирования и внедрения, исходя из норм законодательства текущего? Большинство вопросов, оно, в принципе, можно регулировать договорной базой. То есть, если договоры будут составляться правильным образом, то многие вопросы решатся. Но есть часть вопросов, которые практически невозможно решить договорами, и есть противоречия между стандартами и между гражданским кодексом. И вот этот вопрос пока не находит ответа, как это можно решать, или придется в обозримом будущем, если наши законотворцы пойдут на исключение, так скажем, или каким-то образом на какие-то поправки, и для исламского банкинга внесут какие-то изменения, исключения, то в этом случае этот вопрос можно решить. Без этих изменений все-таки проблема остается, проблема противоречия. Что же, будем надеяться, Блок, большое спасибо за ответ. Пожалуйста. Марат, добрый день, большое спасибо за то, что согласились ответить на наши вопросы. Мы только что закончили сессию регуляторных вопросов исламского финансирования. Насколько вы можете подвести итоги этой сессии, насколько на данный момент регулятивная система, административная и законодательная база подготовлена для внедрения исламских финансов в России? Добрый день, Ренат. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что я не являлся организатором этой сессии, но, тем не менее, само мероприятие в рамках Казани-саммита, оно очень полезное, так как позволяет на одной площадке обсудить сразу несколько тем. Начиная от состояния финансовой системы Российской Федерации, состояния исламских финансов как в мире, так и в России, состояния банковской системы и той тематики, которую, например, на форуме представляю я, это работа финансовых технологий и их использование для решения насущных проблем. Добрый день, Ренат. Показательным было выступление советника председателя Центрального банка Алексея Юрьевича Симоновского, который фактически указал на то, что до сих пор вопрос исламских финансов финансовой власти интересует. Они не видят причин и проблем, которые мешают внедрению исламских финансов в нашу практику. Ну, вместе с тем, есть такой настрой на долгосрочное разворачивание вот этих событий. Было уже в который раз со стороны экспертного сообщества, прежде всего, исламских экспертов и финансистов предложены варианты имплементации норм исламских финансов в практику. И также были обозначены пути, в рамках которых может все-таки ускориться движение на сближение исламских финансов и их применение в практике в России. Одним из таких путей является использование финтех-технологий для тестирования продуктов, которые на сегодняшний день еще регулятором не охвачены, но они вполне способны совместить в себе как принципы действующего законодательства, так и требования, которые предъявляются шариатам для реализации тех или иных финансовых продуктов. Хорошо. Ну, а финтехи мы еще затронем это чем. Вот если говорить в целом о исламских финансах, насколько вы оцениваете потенциал и возможности его разворачивания на территории Российской Федерации и использования его преимуществ? Ну, по оценке разных экспертов, доля исламского населения, которая, так скажем, есть в России и готова использовать эти принципы, колеблется от 5 до 20 миллионов человек. Вместе с тем, широкой кампанией, направленной на повышение финансовой грамотности населения, она до сих пор не проведена. И она требует серьезных усилий как образовательных учреждений, так и в финансовых организациях. Поэтому оценивать потенциал на самом деле достаточно сложно, в связи с тем, что регулятору для принятия такого решения требуется не только некое выравнивание условий применения традиционных и исламских норм, права, но и показания преимуществ. Сегодня мы услышали о том, что, по крайней мере, один из представителей Центрального банка прямо сказал, что финансисты действительно увлеклись. И вот этой безудержной гонкой за процентами, они действительно ломают как отношение людей к финансовым продуктам, так и отнюдь не делают пользу для экономики. В этом отношении, как нам показали и зарубежные коллеги, исламские финансы дают более сбалансированное развитие для развития экономики, и в этом их основное преимущество. Поэтому сообщество готово применять, и Центральный банк, я думаю, к этому прислушается. Хотелось бы еще сказать о такой возможности для некоего рестарта исламского банкинга в России, как сегодняшнее изменение структуры банковской системы, которое обозначено принятием закона, разделяющего банки на федеральные банки, универсальные банки, так называемые, и региональные банки с ограниченным кругом операций, с так называемой базовой лицензией. Специализированные. Специализированные. В этом смысле исламские банки, как организации, проводящие ограниченный и специфический вид операций, вполне могут быть сейчас имплементированы в рамках уже запущенной реформы. Очень важное замечание, спасибо. Спасибо. Вернемся к финтех-стартапу, который вы здесь представляете. В чем его основная суть, какие проблемы он призвано решить? На данном форуме, а я представляю свой проект на третьем казанском форуме молодых предпринимателей стран исламского сотрудничества, я представляю проект фиксатор рисков, который посвящен и направлен на хеджирование валютных рисков. Тема, на первый взгляд, относительно сложная, но с другой стороны, все мы помним о четырех валютных кризисах, которые коснулись многих из нас. И, как мы знаем, резкое изменение валютных курсов, они могут приводить как к личной катастрофе, все мы помним валютных ипотечников, так и предприятия к банкротству. Предлагаемый сервис позволяет с помощью доступной и простой биржевой технологии ограничить финансовые, в первую очередь, валютные риски и направлен на такой сегмент, который на сегодняшний день еще мало охвачен, он финансово неграмотен, на такой сегмент, как малый и средний бизнес. Отлично. А как вот этот финтех привязан к исламскому банкингу? Как он может развиваться в этой теме? Ну, здесь пока мы только находимся на первом этапе развития. На сегодняшний день готов прототип продукта, он отработан в рамках акселератора Московской биржи, и мы запускаем его с помощью одного из федеральных брукеров. Вместе с тем, управлять и ограничивать финансовые риски можно не только по валюте, но и по другим активам, например, товарам, как бы позициям. И сегодня нам удалось познакомиться с делегацией из Египта, которая, в общем-то, высказала заинтересованность в том, чтобы появился некий дополнительный механизм сопровождения о международной торговле. То есть, так как моими основными клиентами являются предприятия, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, экспортеры и импортеры, то это тем более актуально для наших международных связей. И поэтому торговля фьючерсами на зерно, на продовольствие, на нефтепродукты в этом смысле заслуживает самого пристального внимания. Мы будем развиваться в этом направлении. Отлично, спасибо. Ну и, подводя итог нашему разговору, перейдем к более общему вопросу о финансовых технологиях в целом. Финансовые технологии – это ответ на недостатки и вызовы, которые стоят сегодня перед банковской системой на сегодняшний момент, либо это объективный процесс, который продолжает ту цепочку внедрения технологий в целом в общественную жизнь, в различные сектора экономики и отрасли? Ну, на этот вопрос я бы однозначного ответа не дал. Конечно, цифровизация, как процесс глобальный, все больше и шире входит в нашу жизнь. И финансовый сектор в этом отношении не может оставаться безучастным. И так как он имеет на сегодня достаточно большой финансовый потенциал, инвестиции в финтех сейчас является одним из трендов для венчурной индустрии. Вместе с тем мы знаем о тех проблемах, которые есть в традиционной финансовой, в том числе банковской системе. И мы, как молодые, так скажем, венчурные предприниматели, используем те возможности, которые предоставляют новые финансовые технологии. И, с другой стороны, мы используем старые, уже отработанные финансовые схемы и инструменты для решения проблем, которые раньше не могли быть решены без такой технологической начинки, которая есть сейчас. Большое спасибо за ответ и за содержательный прием. Вам большое спасибо, Ренат. Я надеюсь, что это не последнее наше общение. Будем сотрудничать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин